В Севастополе открыта реконструированная аллея Парка Победы. Города и села России в Севастополе открыта реконструированная аллея Парка Победы. 8 мая в преддверии 75-летия освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков в городе Герой прошло по-настоящему знаменательное и долгожданное событие, о котором севастопольцы мечтали и за которое боролись многие месяцы. Прошла общественная приемка Центральной аллеи Парка Победы. Работы были начаты в 2017 году. Кроме светодинамических фонтанов Победа диаметром 50 метров, в виде одноименного ордена, и центральной построенной фонтанной в честь городов-героев. Всего на аллее расположены 16 светомузыкальных фонтанов. Впереди благоустройство территории парка с учетом того, что его территория усилиями правительства Севастополя расширена на 12 гектаров. Сегодня в парке продолжают работы 420 рабочих. Им помогают студенческие строотряды. К октябрю будет дополнительно высажены около 1200 деревьев, сотни кустов роз, и парк в прямом смысле слова «расцветет». Озеленением займутся дендрологи из ГБУ парки и скверы, которая станет оператором парка. Все работы на первой очереди реконструкции парка согласно контракту будут завершены к сентябрю. Впереди проективно-изыскательские работы второй очереди парка. Речь идет о тех самых возвращенных в собственность города 12 гектарах земли, прилегающих к парку Победы. И, наконец, благоустройство третьей очереди парка Набережной. Реконструкция парка ведется в рамках федеральной целевой программы по развитию Крыма и Севастополя. Общий объем финансирования проекта предполагался на уровне около 1 миллиарда рублей. Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее. Продолжение следует...